Ребят, настоятельно рекомендую сайт raid.guru. Здесь есть каталог героев со всевозможными фильтрами, каталог кланов, локаций с гайдами и нет навязчивой тупой рекламы. Ссылочка будет в описании raid.guru. Заходи. Ребятки, всем привет! Вы на канале TK Spatty и я TK. Сегодня у нас разбор Ankyla Roshkar плюс Vitorog. Настраивал я его по запросу подписчика с группы телеги Raid Shadow Legends. У нас она будет в описании, ребят, проходите. Обычно эта услуга является платной, если люди заказывают обзор аккаунта отдельно, специально, не под запись. Но тут человек согласился, сказал выкладывай на канал. Дал 10 миллионов серебра, дал нужных персонажей с нужным шмотом. Ну, в смысле набор шмота, я его сам прокачал, сам переодел, сам доделал этот Ankyl. Как видим, Ankyl работает, 100% работает, но есть очень много нюансов. Я постараюсь не растягивать на 20 минут на монтаже, постараюсь все это вырезать, обрезать, ускорить. Я столкнулся с многими подводными камнями, на самом деле, в этом Ankyl. Ну, первое, здесь есть особенности, то есть обязательно все видео надо досмотреть до конца. Я покажу шмот, я покажу особенности, покажу, как оно работает на авто. То есть, условно, вы видели персов, видели скорости? Нет, так не работает этот Ankyl. Даже подогнав скорости 1 в 1, вы получите, ну, полную фигню. То есть, у вас будет бить не Витарога. Имейте это, пожалуйста, в виду. Давайте я вам сейчас объясню основные особенности этого Ankyla. Видим, что урон колоссально маленький, то есть, это даже не с двух ключей ультра-адский. Но, сейчас пройдусь по шмоту, увидите, что там даже талантов у многих нет. Нет шмота, ну, по меткости у всех сопротивления выскакивает, потому что, ну, просто не готов шмотом к аккаунту. Да, то есть, я глифы не качал. Чисто подогнал по скоростям и расскажу особенности. Соответственно, Ankyl называется Roshkar плюс Витарог плюс 3DD. 3DD можете брать, по сути дела, любые, которые не сбивают ротацию. Которые будут больше по ХП и защите, чем Витарог. Бьем мы Войт 5 и 6. На цвете работать не будет. Цветной босс будет бить по тому, кому он может бить. Ну, то есть, он будет бить там по синему цвету, будет бить по зеленому цвету. Если в зеленом еще, ладно, он будет бить Витарога, то тот же самый красный будет бить ваших синих героев. Поэтому цвет тут не работает. Это на Войт. Это, на самом деле, самый бомжатский Ankyl, потому что Витарог выпадает очень часто. Roshkar плюс Витарог. Не надо Ратника ждать, не надо Хеликата ждать, не надо второго Рожка рождать. Все, Витарог забрал с синих осколков, может быть, даже с зеленых кому-то Витарог выпадает. И все. Давайте перейдем к настройке. Первое, сама команда. Сама команда, вы просто отключаете, ну, я куплю ключ, чтобы показать команду. Спасибо, кстати, подписчику, что предоставил аккаунт. Смотрите, по командам, давайте, пресеты сразу же. Ставим Витарога в первым. Ну, и дальше, на самом деле, не особо важно. Просто, да, он будет бить по Фахракену, потому что он дальше лучший сценарный прием, потому что он урон там раскидывает. Но лучше, он в него не должен вообще полететь. Если у того, кого я смотрел, когда собирался, то не было еще вот этих пресетов. Много он не рассказал в видео и растянул на 20 минут. Я постараюсь побыстрее. За десяточку, я думаю, мы уложимся минут. Пресеты у Витарога важны, отключаем А2, она бесполезна. Если вы это не отключите и вкачаете сюда книжки, то не будет работать анкил. Абсолютно не будет работать анкил. Плюс, посмотрите обязательно гайд на таланты, которые перезаряжают навыки с 5% вероятностью, которые заполняют шкалы хода. Их ставить нельзя. Таланты, которые заполняют шкалы хода, перезаряжают навыки нельзя. То есть, читайте талант, если он либо заполняет шкалу хода при обленных действиях, либо 5% есть навык, который перезаряжает, тоже анкил собьется. Потому что раундов много, их целых 50 и 5% это очень много. Соответственно, вот он пресет. У остальных пресетов нет, ну кроме Банши. Банши, это опять же, у нее просто оно бесполезно на КБ, и обычно она морозный тлен и потом кучу ядов накладывает. Здесь синергия Фахракена и Ледяной Банши. Фахракен призывает, у нас А1 вешает кучу ядов. К сожалению, меткости ей не хватает, а очень часто даже морозный тлен не накладывал, поэтому всего там что-то 3 миллиона она нанесла, или что-то там 5. Ей можно спокойно набивать 12 миллионов плюс. Я лично набивал на своем аккаунте на 6 КБ. Соответственно, этот не одноключный анкил. Здесь вы из него практически никак не сделаете одноключный. Может быть, добавив сюда вместо, допустим, Фахракена какого-нибудь геоманта, я попробую анкил потом доделать по урону. Попробую его на один ключ вывести, если будет время, сниму видео, подписывайся на канал. Вот, то есть, здесь особенности нужны очень простые. Фахракен должен призывать в бой, когда Фейн наложила уже... То есть, Фейн должна ходить перед Фахракеном, Фахракен скорость 191 должна быть у Фейн побольше. Соответственно, Фейн вешает штраф защиты слабости, и дальше Фахракен уже всех в бой призывает, и все наносят кучу урона. Соответственно, сначала ходит у нас Витарог с А3, потом у нас ходит Рошкар, оплот, но на самом деле сразу авто. То есть, это пачка сразу на авто, а дальше Рошкар, оплот, и все, и дальше авто. В следующем ходит Фейн, ломает Ледяная Банша, Морозный Тлен, и Фахракен потом всех в бой призывает, тогда будет тут максимальный урон у этой пачки. Здесь мы разобрались, то есть, пресетов больше никаких ни у кого нет, только у Витарога А2 выключено, ну и Фейн, вернее, Ледяная Банша, Злорадство выключено. Оно уменьшает урон от Банша, если это не выключать. Сюда можно добавить, говорю, Геоманта повысится урон, Ниндзю, я не знаю, как строить по скорости, если честно, Ниндзю я как не пытался, у меня пока не получается, это как-то по калькуляторам надо умненько просчитывать. Вот, соответственно, пойдемте по статам и скажу очень важные две вещи. Первое. У Витарога просаживается ХП, это очень важно. Когда Витарог просаживается ХП, босс думает, что он его убил, когда у него один ХП остается. Один сет Бессмертия не спасает, на 30-м ходе будет биться либо Факракена, либо, ну, то есть не Витарога. Босс будет думать, что он его убил, поэтому первое, скорости вы видите, скорость у Витарога должна быть 248, именно такую скорость делайте, глифами заливайте. Бессмертия два сета должно быть, ну, либо сет регенерации тоже может помочь, но там может зафакапиться, то есть советую два сета Бессмертия. Один сет Бессмертия босс не будет по нему бить, когда он полностью просадил ХП, не успеет в процентах, количество ХП отрегенится и полетит не в Витарога стан, убьется ваш Факракен, убьется ваш Фейн. Это уже, по сути, не ангел, а фигня, когда вас ДД убивают. Вот. Фейн, конечно, можно разы напоминать, то есть ДД можно любые использовать, главное правильную скорость им дать. Дальше Факракен 191, такие вот параметры, кражу жизни, чтобы отхиливался, потому что прилетает урон в самом начале пару раз, и если этот урон сильно прилетит, сильнее, чем Витарога, то есть параметры здоровья и защиты должны быть выше, чем у Витарога, поэтому Витарог раздет. То есть вот тут вообще можно 50-го Витарога использовать, главное скорости подогнать и все, ему ХП даже ничего можно не накидывать, ну тут понятно, что дальше таланты будут вкачаны там, то есть чтобы ВДМ там был и так далее. Вот, пока вот так, 191 у нас Факрака, как видим, таланты у него уже фул, Фейн, соответственно, то же самое, таланты еще не фулы, они неправильно стоят, кража жизни обязательно, здесь тоже кража жизни, ну либо кража жизни, либо бессмертия, лучше кража жизни, ребят, очень много у вас этих сетов. Здесь я переделал, здесь анкил не работал, потому что кража жизни ни у кого не было, я полностью переоделал всех героев. Соответственно, банши тоже кража жизни, чтобы восстанавливать ХП. В момент первой атаки получаем урон, если урон пойдет сильнее, допустим, слабый удар по Витарогу, а по этим крит пройдет, по банши, по Факраке, по Фейн пройдет крит. Все, следующим ударом он застанет Фейн и добьет потом в итоге Фейн, Фахракена, то есть у Витарога должно быть там на 30 хотя бы процентов, лучше на 50, меньше ХП и защиты. То есть здесь максимум защиты, максимум, соответственно, здоровья и при этом не забываем, что нам нужно наносить урон, нужно меткости 250+. Соответственно, видим, что здесь у Фейни достаточно меткости, вот это факапилось, то есть лучше вообще, наверное, ближе там 280-300 делать, потому что факапился здесь морозный тлен. Не забывай, что 3% есть, что за факапим, все равно в любом случае. Здесь тоже должно, в общем, 230-250 меткости делайте на 6 кб, вам хватит. Это важно, чтобы у ДД была меткость, потому что здесь дебаферы, здесь основные яды, тимап, ну и, соответственно, с руки нормально бьет Фейн, банши может нанести нормальный урон. Вот, и, в принципе, здесь очень мало крит урона, то есть недоделана пачка, двух ключей забирать можно. Витарог тоже талант недоделанный, соответственно, надо доделывать, надо доделать эту пачку, правильные таланты ставить. Рошкар тоже недоделанный абсолютно, по урону тоже хорошо может бить. Здесь ни крит шанса, ни крит урона нет, Рошкар тоже может миллионов 10 наносить. Опять же, сеты здесь неправильные, то есть здесь не должно быть сета на доблесть, это необязательно. Ему нужно бессмертие, может быть, 2 бессмертия, то есть скорость может набрать, может, скорость, там, 2 сета скорости и бессмертия. Тоже, если по нему прилетит крит, чтобы он мог отрегениться быстрее Витарога. Но, на самом деле, по нему я не замечал, чтобы что-то прилетало, просто у меня, ну, он герой здоровья, по нему изначально, у него изначально здоровье, там, 60-80 тысяч ты можешь спокойно сделать. Вот. Скорости 241 Рошкар, 248 Витарог. Это важно, это важно, ребят. Далее, Банши скорость 191, Фейн скорость 196 и не больше, не единицы больше. Далее, Пахракен скорость 191. Соответственно, хорошо бы Фейн, о, вернее, Банши сделать чуть-чуть, на 1 скорости можно прибавить, уже будет правильнее пачка работать, то есть, вот, то есть как-то так, вернее, даже их поменять местами надо. То есть, у Фахраки сделать 196, а у этих по 191 сделать, вот так эта пачка бы правильно работала по урону. Ничего не сломается, то есть, есть 3DD, скорость 191, 191 и 196. Можете их варьировать как угодно, ничего не ломается. Вот, если будут вопросы, я, в принципе, все рассказал, Таланты показал, показал, как пачка работает, запускается она на авто, пресеты я показал. Сейчас я вам покажу, как ее запускать, например, без пресетов, но давайте еще раз пройдемся, то есть, вот она пачка, да, вот настройки, пресеты, еще раз быстренько пройдемся, чтобы все запомнили. Здесь, соответственно, все раунды ставим, что А2 нет, в Фахраке нет пресетов, у Фейн нет пресетов. Кстати, в Фахраке можно один пропуск поставить, вот это вот поставить стартовым, и тогда будет больше урона. Ну, просто, если будете прям такую шпачку собирать. Так, ну и, в принципе, в принципе, все, пресетов нет, пресетов абсолютно нет, все на авто, потому что правильные приоритеты у Рошкара и у Витарога стоят. Здесь надо отключать, не вливать в это книги, обязательно должны быть клинги влиты в решимость, у Рошкара в перезарядку его, этого, топлота, вот этого, перезарядка должна быть влита, здесь в решимость должна быть влита, ребят. В принципе, все, и пачка будет работать на авто, если не на авто, то у Витарога надо пропускать А2, то есть, если вы не хотите себе пресет настраивать, вы не верите, там, я не знаю, вот, смотрите нас из прошлого, когда еще нет такого функционала, тогда просто пропускаем первый ход А1 с А3 ходим, и все, дальше авто. То есть, если здесь не влита перезарядка, вот здесь вот, не влита перезарядка, то все будет окей, если влита, то все сломается, поэтому отключать надо этот скилл, вот, и не вливать сюда книгу, никогда, вот, это ошибка. Соответственно, итого, подводим итоговое видео, надо соблюдать скорости, скорости они, вот они, 248, 241, 191, 196, 191, и надо в сет бессмертия Витарога, в два сета бессмертия, либо в сет регена, соответственно, чтобы босс его видел как врага. Когда босс до 0, до 1 схватит урон, вернее, хп, он уже его не считает за врага, он думает, что он мертв, такой вот глюк, он начинает бить по фахраке, фейну и так далее. Такой танкил, спасибо за лайки, за подписку, жду вас в комментариях, если вы будете настраивать такой же, готов ответить, жду вас в ТГ, могу настроить платно, бесплатно, если у вас там есть какие-то там варианты, где вы Витарога плюс рожка разделали на один ключ, я прям заснять бы с удовольствием это хотел бы. Здесь я вижу путем увеличения, ну увеличение урона путем замены на геоманта, на геоманта, буду пробовать сюда втиснуть геоманта и посмотрю, как он будет, но на войде геомант, он бьет очень мало массуха его, поэтому геомант там очень плохо, мало по урону наносит, лучше доделать то, что вот я сейчас тут накидал, вот, ну и посмотрю потом по цветам, будем доделать этот танкил. Все, всем спасибо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за внимание.